Привет, а в этом видео мы поговорим про грибок ногтей, про его симптомы и лечение. Грибок ногтей, а не хомикоз, это опасное заболевание, которое на ранней стадии может протекать с неявной симптоматикой. Грибковые заболевания способны не только разрушать поверхность ногтевой пластины, они также причиняют дискомфортные болевые ощущения, а в запущенной форме приводят к патологиям мягких тканей. А не хомикоз быстро распространяется на здоровые ногти рук и ног и представляет опасность для окружающих людей. Поэтому, если вы обнаружили изменение цвета и другие аномальные проявления в области ногтевых пластин, необходимо незамедлительно попасть на прием к терматологу или микологу. Основные симптомы грибковых инфекций Ногти шершавые и ломкие Деформация формы ногтей Воспаление тканей вокруг ногтей Расслаивание или истончение, а также утолщение ногтей Тусклые и непрозрачные ногти могут иметь коричневые, черные или желтые участки. В чем же опасность грибка? Грибок никогда не проходит сам. Проникнув в ногтевую пластину, заболевание немедленно разрушает твердую оболочку ногтя, а затем и околоногтевые ткани. В запущенной стадии ногтевые грибки вызывают аллергические реакции, интоксикацию организма и даже поражение внутренних органов. Лечение – эффективные средства от грибка ногтей на руках и ногах. Препараты номер один при лечении грибка – это антимикотические средства, которые применяют местно, обрабатывая ими очаг поражения. Лучшее лекарственное средство от грибка ногтей, стоп и кистей отвечает следующим требованиям. Создает высокую концентрацию противогрибковой составляющей, чтобы не нужно было мазать пораженное место круглые сутки напролет. Не является агрессивным, не действует раздражающим образом на кожу, не провоцирует аллергических реакций. Помимо антигрибкового имеет и антибактериальное действие, при микозе возможно присоединение и бактериальной инфекции. Если местная терапия неэффективна или же случаются частые рецидивы, то применяют лечение с приемом противогрибковых препаратов, так называемого системного действия. Пациенты часто задают вопрос, можно ли излечить микоз с помощью народных бабушкиных средств. Действительно, многие из них эффективны. Например, масло чайного дерева от грибка ногтей используют довольно широко. Но перед использованием народных методов следует не полениться и проконсультироваться с высококвалифицированным доктором. Помимо лекарственных средств для лечения микоза, применяют немедикаментозные революционные методы воздействия на колонии грибов, поселившихся на коже или ногтях. В частности, зарекомендовало себя лечение грибка ногтей лазером. Лазерный луч разрушает микотические структуры, при этом не действует разрушающим образом на клетки человеческого организма. Немного о профилактике грибка ногтей. Какие бы вовремя лечения не принимались эффективные средства от грибка ногтей на ногах и руках, при повторном контакте с владельцем паразита заболевание может возникнуть еще не раз. Специфического целенаправленного иммунитета против возбудителей микозов организм не формирует, поэтому нужно придерживаться простых правил гигиены, чтобы не подхватить заразу повторно. Не пользоваться личными вещами других людей. Ежедневно менять носки и чулки. Ежедневно мыть ноги. По возможности избегать посещения бань, хамамов и саун. Если все-таки решили сходить в баню, не пользуйтесь общественными лоханками и резиновыми ковриками, а также чужими шлепанцами. После бани примите дома душ с использованием бактерицидного мыла или геля для душа. О гигиене рук и ног помните постоянно, особенно в важные и ответственные периоды вашей жизни, чтобы в спешке не пришлось искать самый быстрый способ лечения грибка ногтей, рук или ног. Любое лечение требует определенного времени, а изгнание паразитирующего организмов грибов тем более. Будьте здоровы!